Здравствуйте! Меня зовут Валерия Берез. Я искусствовед и куратор выставочных и художественных проектов. И мы продолжаем с вами цикл программ «История одной картины». Сегодня мы поговорим с вами об удивительном живописце Александре Аркадьевича Лабасе, и его работе в метро 1935 года. Как вы реагируете на все новое, на все те новинки, технологии, которые появляются в вашей жизни? Наверное, с удивлением, с опасением, иногда даже с восторгом. Рубеж 19-20 веков стал временем невероятного технологического прорыва, и художники, как наиболее чутко чувствующие люди не могли не отреагировать на эти новые технические открытия. Александр Лабас – ровесник века. Он родился в 1900 году и взрослел вместе с ним. «Мы смотрим на мир совершенно иным образом. Мы как будто скользим по нему», – отмечает Лабас, и уже в 30-е годы создает цикл работ, которые посвящены новым технологиям. Поездам, самолетам, метро. Особый взгляд Александра Лабаса принятый в искусствоведческой среде называть романтическим монтажом. В действительности его картины кинематографичны. Мы как будто видим кадр фильма, который выхвачен во время движения поезда. И когда мы смотрим на картину 1935 года, мы как будто смотрим с вами с точки зрения кинематографической. Сначала мы выхватываем общий план, видим лестницу, которая движется куда-то вперед, вверх, как будто в никуда, а затем начинаем всматриваться в детали, в людей, которые поднимаются или спускаются по этой лестнице. И в этом как раз и проявляется особенность языка Лабаса. Он действительно заставляет нас проживать эту картину. Мы будто движемся вперед, потом спускаемся вниз по этому экскалатору на станции Лубянка. Многое нам может сказать и цветовая палитра, на которую опирается Александр Лабас в этот период своего творчества. Как будто бы он подчеркивает ту невероятную утопическую веру и оптимизм, невероятный взгляд в будущее, который, к сожалению, прервется во время Второй мировой войны. Именно в этот период времени художник отойдет от привычной пастельной гаммы и будет использовать более темные тона. Сам Лабас практически не говорит о своих отношениях с религией. Но эта лестница на картине 1935 года отсылает нас к образу лестницы Иакова, образа которой свидетельствует о сближении жизни духовной и земной, о приближении человека к Богу. В какой-то степени лестница Лабаса — это метафора. Метафора, которая подчеркивает, как человек успешно преодолевает особенности и ограничения физического мира. Благодаря своему уму он преодолевает те самые границы, которые ранее казались незыблемыми. Для Лабаса техника и, прежде всего, самолет — это невероятное открытие. Еще в середине 20-х годов он отправляется из Москвы в Харьков на самолете. Во время путешествия, к сожалению, самолет терпит крушение. К счастью, все остаются живы. Лабас невероятно вдохновлен действиями пилота. Он и сам проявляет силу характера и храбрость. И продолжает полет, несмотря на только что случившуюся авиакатастрофу. Тема этого преодоления, тема новых технологий станет основным мотивом его работ 30-х годов. Его увлечение авиацией неудивительно. Многие художники с первой половины 20-го века были увлечены этой темой. Ведь именно позиция человека, пролетающего над землей, позволяет изменить привычный взгляд художника, как бы открыть новую точку зрения, посмотреть на этот мир с позиции Бога. Такой подход характерен и для европейских художников, и для русских. Особенно часто он встречался у художников-футуристов, которые верили в силу технологий и развития новых городов. Но для Лабаса это возможность не только показать наш окружающий мир с другой точки зрения. Это еще и возможность сказать о том, как человек, советский человек 20-х и 30-х годов преодолевает невозможные препятствия на своем пути. Искусство хранит много смыслов и контекстов, но каждый сможет раскрыть их. Поможет нам в этом программа «История одной картины». До новых встреч!